Причины, по которым может не работать садовый опрыскиватель. Одна из основных причин это то, что когда вы залили раствор, потом оставили на какое-то время, не используя, забиваются форсунки. Необходимо разобрать форсунки и промыть. Следующий момент это колба. Если колба треснула, соответственно не будет держать давление опрыскиватель. У опрыскивателя Димартина этого не происходит. Гарантия на колбу три года, она очень прочная. Но это такой момент, который может с вами случиться при использовании опрыскивателей каких-то торговых марок, недорогих совсем. Далее, у Димартина есть фильтр тонкой очистки, который легко снимается и который тоже необходимо промывать. То есть это важно. Далее, что еще возможно? Это неплотное прилегание соединений шланга и колбы. Если оно не плотное, то давление, опять же, вы набрать не сможете опрыскивателем. Поэтому у Димартина в комплекте всегда поставляется для опрыскивателей ключ специальный, с помощью которого вы затягиваете очень плотно вот эти все соединения. Это касается любых соединений. То есть это либо подводка шланга, или это клапан стравливания давления. Поэтому прежде чем выбросить ваш опрыскиватель, который вы считаете, что он не работает, убедитесь в том, что колба цела, герметичность ее не нарушена, соединения также герметичны, что промыты все трубки, промыты фильтры. Если что-то где-то не так, то есть вы это все увидите. И нужды покупать опрыскиватель не будет, поскольку, например, у Димартина вы можете купить запчасти, какие-то что-то поменять, поменять резинки, поменять уплотнительные резинки в нагнетателе в самом. И продолжать пользоваться вашим опрыскивателем, не покупая новый. Просто поменяв несколько прокладок и прочистив форсунки и фильтры. Покупайте лучшее, про остальное забудьте. Покупайте лучшие опрыскиватели Димартина.